И теперь перенесемся на юго-восток региона, в Харивер. Там накануне с рабочей поездкой побывали представители окружной власти. Представители Департамента образования, культуры и спорта, а также сотрудники профильного ведомства, отвечающего в частности за строительство, осмотрели социальные объекты. Ну а одна из главных целей визита – проверка хода ремонтных работ в местном Доме культуры. К подрядчику возникло много вопросов. Алина Ваучейская расскажет подробнее. В центре Харивера вовсю кипит работа. Строители спешно готовят бревна для замены фундамента главного культурного учреждения поселка. Красивое оформление и современное оборудование с одной стороны, и огромные трещины с другой. Именно так сегодня выглядит Хариверский дом культуры. Это здание было введено в эксплуатацию в конце 2014 года. С того момента оно ремонтировалось уже несколько раз. О том, что здание сельского дома культуры в плачевном состоянии, стало понятно почти сразу после его открытия. Объект возводили строители из Ставропольского края. И, вероятнее всего, при работах не учли особенности Крайнего Севера. Видимо, это здание было сразу построено с нарушением технологии. Принималось тоже. Я не понимаю, как. Затрачено по сметной стоимости, я смотрел, 46 миллионов рублей. Плюсом 3 миллиона рублей на ремонт полов. 5 миллионов на систему отопления. Еще 8 на капитальный ремонт в текущем году. На этот раз переделывают фундамент и маскируют трещины, которые образовались в процессе просадки здания. Срок на выполнение работ до 1 сентября. Местное население обеспокоено. Новый подрядчик может не успеть к этому времени. Когда завозить планируете? Остальные материалы когда завозить? В понедельник поеду. Завозите. Вам ведь надо по 6 дней, потому что река сейчас, через пару недель, мы уже встанем. У нас проблемы будут. У меня запланировано было на эту неделю. Поехать, формировать трусы и вытаскивать сюда. Представитель подрядной организации явно не ожидал такого натиска со стороны местных жителей. Фирма, которая должна привести в порядок Хариверский дом культуры из Архангельска. Вероятнее всего, поморские строители не были готовы к сложностям с логистикой. Тем не менее, факт остается фактом. Работы ведутся с отставанием. Сейчас с департаментом будем проводить работу за полярным районом, потому что то качество и скорость выполнения работ нас, в общем-то, не устраивает. Потому что подрядчикам озвучивается дата к первому сентября, но мы понимаем, что сейчас практически ничего еще не сделано. Как предусмотрен был ремонт «Соколя» и как раз косметический ремонт, но темпы достаточно низкие. Поэтому я думаю, что мы сейчас проведем совместную работу, чтобы ужесточить контроль за данным объектом. Представители окружной власти напомнили подрядчику об ответственности за срыв установленных сроков. Кроме того, теперь ход ремонтных работ на объекте будет взят на особый контроль.